От начинающих спортсменов до победителей крупнейших соревнований в мире олимпийским чемпионам по прыжкам в воду есть, что рассказать своим юным коллегам. Те, в свою очередь, внимательно слушают, ведь не каждый день удается встретиться с настоящими легендами. Это очень круто, что есть такая возможность у вас пообщаться с чемпионами из ваших видов спорта. Потому что, допустим, в мое время у меня была мечта, и у меня кумир был Дмитрий Иванович Саутин, все мое детство, и цель также была обыграть его. Мечта была всегда встретиться, пообщаться с ними, что-то узнать новое, но, к сожалению, возможности такой не было. Встречу с легендарными прыгунами в воду организовали в рамках чемпионата России. Он в эти дни проходит в нашем городе. Известные спортсмены прошлых лет приехали в Пензу уже в качестве судей и тренеров. Вам повезло, что вы занимаетесь спортом. Потому что спорт – это такое занятие классное. Ты каждый день можешь стать чемпионом, побеждая сам себя. И если каждый день ставить перед собой какую-то маленькую цель и достигать ее, то это на самом деле очень большая победа. А Дмитрий Саутин, к примеру, вспомнил свои первые шаги в спорте, которые он делал 40 лет назад. У нас чуть-чуть другие были правила и был подход к снаряду, то есть это тоже оценивалось. То есть как ты подходишь к трамплину, как ты разворачиваешься, как у тебя руки. Сейчас я смотрю, там, у ребят, кто так стоит, кто так, да. А раньше это все оценивалось, поэтому хореография очень большой плюс дала. И хотя в силу возраста нынешние участники чемпионата России не видели выступлений своих старших коллег вживую, в записи юные спортсмены не раз пересматривали триумфальные моменты прошлого. Для меня это очень важно, потому что я тоже хочу достичь высоких достижений. Я только был маленький, я смотрел повторные уже записи, переживал. Интересно было. Также ребятам раздали фотографии олимпийских чемпионов, на которых те оставили свои автографы.